Уси ведусь про эти сторис вертикальные, так? Видео 15 секунд только в Инстаграме. Их придуло в снапчат 13-ти годовых. А ведь эти сторис вертикальные стали такими популярными, что почали дорослые ими корыстаться. Потом в Инстаграме их перонял, в Фейсбук их перонял, Вконтакте их перонял. И зараз у BBC целый раздел на сайте самый популярный. Это BBC сторис. Они робят только сторис. Те самые новины в формате 15 секундных роликов. Это на кольки, за короткий час, на кольки изменилось споживание на винов при помощи одного формата. И это все задают молодые люди детям. Такие просто свою колькостью, напоростостью, активностью. Цекаво, да? Усим цеха, поликон спит, так? Да. Для речи, слушайте своих детей. Для детей что они используются? Группу, в яких они сидят? Что они делают в Интернете? Потому что, может быть, вам не нужно делать дурацкие видеоролики. Но вы думаете сразу, о чем я могу использовать этот формат? Что это было все теперь? Свободная проблема. У нас разрыв ментальный с молодью. У нас очень много интеллектуальных, подкованных аудиторий. Как говорят, что происходит в Украине, суперс Лукашенко. Мы говорим о проблемах российской оккупации. Но они абсолютно не понимают эту складанную мову. Эти величные тексты, эту серьезную аналитику. Мы чужие для них. Так вот, как знижать этот разрыв, нам с вами нужно освоить новое. Быть молодыми на сетках. Просто освоить их со своей парадой дня, да и включать. Это то, что помогло в свободе. Но самое важное тут, это, конечно, эксперименты. Свобода, конечно, экспериментовала. И когда здесь являлась некая форма, некие там афутанки, тесты, викторинка, мы одразу ее спробовали применить. Мы рабили конкурсы на свободе. И любые интеракты у мое великое значение. Потому что вы видите, что когда ранее мы замирали проглядость ссылок, зараз мы замираем колькость комментариев. Вельми важно, как любая одинка контента, текста, ФТСД, мы набирали комментарии. Особливо на одноклассниках. Потому что на одноклассниках, трацует стараясь с там алгоритмом. Когда на Фейсбуке он замирает, насколько вы близкие с человеком, как часто вы взаимодействовали, и так информирует с тушкой. Это на Инстаграме то же самое. У одноклассниках, когда вы прокомментовали, то все сябры для этого человека будут бахать, что и он прокомментовал. Подповедно ваша задача, не просто, чтобы все полайкали, а чтобы некий человек с великой колькостью подписантов прокомментовал ваш пост. И это на одноклассниках, и на ТикТок. Тая самая система забезпечит популярность. Зразумела это так, что это? Это ТикТок именно. Нет, это сейчас у всей сетки. Нет, я не прав, ТикТок. Это для создания музыкальных файлов. Ранее было для музыкальных. Это китайцы сделали ТикТок, чтобы побить весь свет, чтобы побить Инстаграм. Потому что так от завода не обмануть Инстаграм. Это злились от три наиболейшие китайские сетки. Музикали до Аюны ТикТок. У одну реализованную корпорацию. У решения ЛУ. А? ЛИ. Музикали ранее было. А зараз это ТикТок. Это все одна. Они злились в одну компанию. И китайцы просто пробуют таким чином захопить аудиторию. А? И другое это собрать все ваши дадзины. Потому что зараз самая каштонная это дадзина. Дадзина, что вы делаете, как вы делаете, какие теги постите, куда ходите. Потому что у китайцев так званый машин learning. Машина... Маркетинг полепшить. Распоксюду информации полепшить. Систему контролю узубоценить и держать. И еще как. И они начинают снижать. А так это будут заразить по 80 лет. Поэтому это инший бок медаля. Кепский. Негативный. От выкористания всех. Вы мне сказали, что люди зарабатывают там гроши не где. А вот конкретно. Больше конкретно. Допустим. Ну не... Просто лайками. В этом плане. Или комментариями. Доброе питание. Как я хотел про это говорить. Что в социальных сетках крутятся вылезные гроши. И эти гроши... Почему мы белорусы личим, что эти гроши нам недоступны. Что их не тяжко достать. Что заработать. И заправду это очень тяжко на начале. В таком случае, когда мы створим критическую сумму. Критическую массу аудитории. Гроши крутятся там, где есть конкретная метовая группа. Узять конкретную группу. В ВКонтакте в 2012-2013 году было створено очень шпатно локальных групп. Куплю меняю. Шукаю на працу Ворша. Продам Брест. Найдут другого города. И 2-3 года в этой группе было 3-5 тысяч человек из этих городов. Вельми метово подобрали. И они потом продали авторы этой группы, странники. Продали коммерцийным агентствам, маркетинговым группам. Кожную из этих групп по 3-10 тысяч долларов. Потому что там была вельми конкретная аудитория из больших живых людей. Это один способ, как можно зарабатывать. Когда вы создаете супольность. И эта супольность является цикавость для бизнеса. Когда вы можете на этом заработать. Другим образом, как можно заработать, это когда вы создаете контент и вы можете размещать рекламу. Два варианта рекламы. Когда эта реклама централизована идея про Google. Google Adwords. Она может быть и на сайтах, она может быть и на Ютубе. А другий вариант, это когда натылная реклама. Натылка простей, потому что у Беларуси проблемы с затриманием переводом Google Adwords. Податками. Треба часом трошки подманывать систему, как бы эти гроши перевести на ракунах. Но натылная, это больше реально. Например, это как блогер нехта. Видите, нехта. Клопится, на Ютубе снимает ролики и новины переказывает. И он, например, вышел на самоокупальность. У него никогда не было никаких гарантов финансовой поддержки. И мы на свободе каждый раз его замужляли рекламу. И он отремливал за то, что он скажет 5 секунд. А вот интересный ролик на радио Свобода с посылкой в комментарии. Мы платили ему 50 долларов. За каждую такую сгадку, которая ему ничего не кажется, но нам она давала каждый раз по 300 новых подписчиков. Коммерческую табель. Ну, я, например, тоже. Это не коммерческая тайница. Это просто для того, что если у вас есть, что продавать, подписчики, это ваша аудитория, то за нужды можно зарабатывать. Потому что аудитория это самый великий капитал. И вам треба ее любить, лелеять и взросчивать. Так как это делать, треба разуметь, кто она. И видеть уже на початку вашего проекта, на кого вы працуете. Не будет на это практикование. Обсловите меня. Вот на счет рекламы. в адекватных где-то 250 человек. Одну рекламу. Я не знаю, как ее все удалить или как она появляется и она формуется алгоритмом. Чем чаще вы взаимодействуете с живыми людьми, с людьми, которые стараются оригинальность вместе, тем меньше будет рекламы. просто максимально уполи ваших контактов. Я имею в виду просто лайки или тераписка. Тераписка. Тераписка, комментарии дали. Да. Знаете, что пообщу, комментарии. Мы на свободе переключили приоритет с проглядом на комментарии. Давайте я распределу далее. Это вырабили разные конкурсы свободовские. А сейчас еще раз. Про перемены. Так. Это время важный слайд, за который мы все включаем. Что самое важное из либо старейших поколений принять факт, что пирамины не возберли. Что будет николь не радуя, николь не будете ли бачить. Мои коллеги радуют свободу, и они не погаджаются с этим. И это боль. Динозавры. Потому что, да, на речи есть такой слоган у маркетинга, и в этом речи, что меня научили, это забить себе динозавра. И когда вы думаете, это только только старейших людей, нет. Я сам динозавр. Я себя забиваю в этом динозавре, после чего-то дурацкие тупые виды в Тик-Ток. Но я понимаю, что таким чином я позбавляюсь этих стереотипов. Первый день, когда мы пришли в университет в Вашингтоле, нам сказали, что адукация будущего это уметь разучиться. Есть у Вас нечему научились димать видео, Вас научили писать тексты, Вас научили, как формуются некие модели, менеджмент, навод химия-физика. Но настолько все меняется, особенно в этой прошлой 10-ти годзе, что Ваша задача худко уметь забыть эти модели, схемы, стандарты, и переключаться на новые. Например, на Радио Свободы у нас был президент Том Кент, его уже нет, и он пришел за Associated Press. Он был керонником по стандартам. Но его стандарты застались в 90-х годах. Радио Свободы не может применять стандарты 90-х годов для ВКонтакте. Мы не можем взять 50 разновоковых комментариев и написать сухую мовую на ВКонтакте. Потому что ВКонтакте люди покрутят пальцем каля виска. И вот это уметь разлучиться, уметь порушать стандарты, уметь порушать модели и думать по заскрынке. Вот это первое. И для этого нам треба час от часу нагадывать себе, что все меняется хоть и чем вы думаете. За это последние 10 годов отбылось две революции информационные. Сейчас еще это мессенджеры вытесняются из традиционной социальной сетки. Что произойдет на звену мессенджера мы еще не знаем. У беларуси распроцовываются VR-проекты, виртуальные реальности. Под берестем шеются Тесла Сют. Видите такое? Костюм под берестем компании, которая распроцовывает для всех, для NASA, и для Sony. Костюмы виртуальной реальности, которые излучаются за окулярами. И ты отшиваешь себе и тепло, удары, стыскание, боль. Этот костюм тебе делает. Как ты мог отшить, как бы ты прозвучаешь в просторе. Как в фильме «Газона Кассильщик». Видите такие? Эти костюмы шеются белорусские стартапы, просто десятка миллионов за один год только. Долларовые инвестиции. Уже пошли несколько тысяч костюмов, а до конца этого года должно пошли 10 тысяч. Да, 10 тысяч до студентов. У меня что великое. Просто есть предпринимательные люди, которые идут на первых, а есть люди, которые постоянно думают, что все равно вернется до 83-го года. Ну так оно за все это и было. Оба все веки. Правда. Но оно не вернется. Это понятно. Это помирается. «Оправдание. Я уже старый, я не буду заниматься этими инстаграмами». Ни в каком разе. Моя розница взрослая. У нас есть люди, которые все жизнь работали как режиссерами. Радость была. Уже не молодые. Конечно, не сейчас на курсы. Мы поможем молодым, так сказать. Но когда я ухожу в YouTube, я все знаю там. И любые клипы, и все, что… Класс. Класс. Да, да. Так видите, у меня коллега есть, и он пошел на курсы по HTML5, JavaScript, а зараз на C+. И он нам программует все интерактивные проекты на «Радость свободы». Ну, и он, я думаю, немолодый, скажем так. Але взрослый не имеет значения. Он на этом отрывается и ожидает меняться. Наступное. Змены. Змены, которые пришли, они добываются дистрибуцией, они добываются у эдукации. Жаль, белорусская система эдукации, вы сами видите, она не отвечает. Нужно. Тому учиться треба самим, и YouTube, про який мы говорили, и он дает вам доступ до любой, любых ведов, любые курсы, любые лекции есть у видеоформе на YouTube. Плюс, хроме того всего этого, есть курсы университетские, есть американские университеты. Самое важное – примуситься при них знаходить. И другий момент – это учиться ангельскому языку. потому, что с этим у нас беда, у нас один из самых низких показчиков в Европе, напомню, самый низкий. Вот только в России. Тому наша званная задача самим освободить ангельскую мову. Как это делать? Я, например, никогда не учен к этому мову в школе. Я ей выручиваю только фильмы с субтитрами. И когда вы себя примусите глядеть, например, фильмы, сериалы, что вы любите с субтитрами, выбирать уже ангельские субтитры и оригинальную дорожку, мова сама будет приходиться. Без никаких додатковых напороживаний у курсов и так далее. Я, например, не требовалось дать ангельскую мову, а у меня французская. В школе была французская, в университете была французская и все. И я, во-первых, что у меня уже была ангельская мова, какая из неких компьютерных ульнях, белой, 90-х годов, там меньше. А потом я просто постоянно глядил фильмы, ангельскую, выбирал. Потом когда я явился на Netflix в Беларуси, то в Netflix оно одразу по ангельскому это может быть оригинальным. Netflix есть? То есть подписано на Netflix. Время влезет на дом, подписка в Беларуси на беларускание коштует 18 рублей на месяц. А вы можете спокойно отключать беларусское телебачение, вокать, залу, и на него не потребны. И Netflix это полный доступ до замежных видов, новинок, передачу на любой мове. Типа российскую, когда все уже не разумеется. Типа ангельскую субтитрами. И глядеть можно на телефонах, на компьютере и на телевизоре. Netflix пришел в Беларусь. И просто поспробуйтесь, это вам просто лайк, лайк, и свою семью. Потому что подписано весь дом. На 4 компьютера. На 4 компьютера и телевизор. Так что вот такая идея. Я, например, за 100 кинектов слежу, на телефоне спамповываю все фильмы и когда вы едете в электричестве, в троллейбусе, вы можете есть троллейбус у Ворши. Ворши. А ты шумаил нет. А вы чё не такие себе? У нас тюрьмы только. Спасибо. На YouTube, так сказать, на YouTube и алтарские правы я на это все проверяю. А мы ходим на шмяке, были классные сайты 90-е годы. Будем суммовать по FM, мы будем суммовать по Facebook, мы будем суммовать, что человек из тотема цены. А я требую сказать нет, все. Развод, конец. И вот это человеческая риса, что мы настальгуем за нескольку рукаться на перед. А тут самое важное, это неудалые односины спынить свое число. Правильно? Спынить и рукаться на перед. Чем ранее тем лепше? Чем ранее тем лепше? Правильно. Потому что важно не думать и не шукать отказы на то, что сегодня, а треба шукать отказы на то, что будет просто два-три года. И так рабить бизнес. Вот зараз у Менску отбывается меда-акселератор. Это молодые люди от шестнадцать двадцати пяти годов придумали идеи, которые целком варьяцкие. Прошли как о том, и тем шести месяцев будут выкладать бизнес, менеджмент, экспертов запрашать, и у травни они будут презентовать свои проекты, и инвесторы гарантуют призовый фонд от двадцати до ста тысяч долларов. Им дадут святые гроши молодым людям. Самые молодые отделники были четырнадцать годов со школы. Они предлагали проект такого помощника как Quora. Видите такой сайт? Питание отказа для айтишников. Quora? Нет, Quora. Там набрали питание, как там инсталивать такую-то программу, как запрограммовать то еще. И они придумали такое самое, только разномовный проект, где на любую мове можно отказаться. Узрослые мое значение. Молодые, средние, старые. Это можно начинать в любой час. И гроши. И уметь заработать гроши. Потому что белорусы не умеют. Все мы по доброте душевное робим, на добрую справу, как бы это было. Часом так. Есть речи громадской важности, которую мы делаем, потому что мы очуваем миссию. Мы занимаемся волонтерством, мы выходим на площадь, мы створяем громадскую активность в городе, делаем культурные мероприятия. Но есть речи, профессиональные, которые мы створяем, коммуникацию, за которую мы можем заработать. И надо уметь заработать. Потому что нет и Лукашенко, не допоможен. Правильно? Поэтому давайте учиться заработать и ставиться нормально для бизнеса. Чтобы бизнес должен платить, мы должны платить так само. Ваша задача тратить у хваль. Хваль разная. Мы журналисты с вами, и мы працуем в Фейсбуке, в Инстаграме. Наша задача не просто дать некую информацию в полный день, а наша задача дать информацию, которую все мерковывают. Может быть, вы видели, что в Фейсбуке у вас только наполняется одной темой. И вы видите сегодня, что все мерковывают некий скандал. Все мерковывают заявлены Лукашенко. Все мерковывают. А это так працуют сетки. Потому что у людей, у громадства, у фильтра бурбалки может быть только одна тема, которую мерковывают сейчас. Одна основная тема. В этот час все другие темы нужно отклассить. Спинять все ваши публикации, все ваши планы и прокомментировать на эту тему. Запустить фото с дымок на эту тему. И снять видео самих себе. На Речовин Раю формат снимайте видео самих себе и коментуйте нас сами. в сетках то, что отбывается. И вот это отчувание хвали. Это талит. Вы видите, что все мерковывают некую ситуацию? Клип, казку, еще нечто. Заробите так, чтобы ваш комментарий был в эту тему. Тогда створается хваль. Ваш комментарий подкопливается алгоритмом и оно всем показывается. Но будьте готовы, что завтра уже никому эта тема не будет цикавая. Завтра будет новая тема. Ваша задача худко отрыговать на эту тему. И вот та самая журналистка со свободой. У нас была такая дискуссия. Мы запустили ролик БРСМ. Мы бачили, так? Там, где БРСМ в данном сайте, погрожали. А науступ. О! У нас была куча других публикаций на этот день запринували. Но мы посмотрели на сайте, что было тысяча человек читает БРСМ и два человека читают по другим материалам. И мы поняли, что нет. Все публикации и мы больше ничего не делали. Другой день никто не говорил только БРСМ. Мы все отвали. В третий день мы столкались до протягивания темы БРСМ уже с новых ракурсов. И вот это очень важно аналитику. Вы видите, что все наркивают эту тему откладываем и делаем только про БРСМ. Мы сделали 37 публикаций про БРСМ. Каждая из них набрала шаленые личбы проглядов. Каждая. Мы уже в школу сходили, с министерством поговорили. Люди представили еще куча виды БРСМ. Потому что тема стала темой дня. Это то, что сетки промышают нас. А треба доведеться, какая школа мы уже ведем. Все еще працуют. А наши люди не были. Только школы. Большую публикацию свободу забеспечила. Мы просто эту тему отпрацевали. Это основная измена, что есть тема, только одна. И мы буду ему все публикации вокруг этой темы.